Водоробус Так называется электробус на водородных топливных элементах, который презентовала группа ГАЗ на открывшейся в Москве выставке Комтранс 2021. Водоробус «Газель Сити» разработан на базе автобуса малого класса, серийно выпускаемого на Горьковском автомобильном заводе. Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров. Модель сконструирована в соответствии с требованиями программы «Доступная среда» и обеспечивает высокий уровень комфорта, в том числе удобство входа-выхода маломобильных пассажиров. Отличительные особенности микроавтобуса – низкий уровень пола, накопительная площадка для пассажиров в центральной части салона, широкая двойная дверь с электроприводом. Модель оборудована пневматической подвеской, которая обеспечивает дополнительное понижение пола до уровня бордюра. Дополнительно предусмотрена откидная пароль для въезда инвалидной коляски или детской коляски в салон. Компактные размеры автобуса, длина 6620 мм, ширина 2200 мм, позволяют легко маневрировать на узких городских улицах или в плотном транспортном потоке. Минимальный радиус разворота составляет всего 6,9 метра. Конструктивные особенности «Газель Сити» – оригинальная усиленная рама с понижением в центральной части, задний мост увеличенной грузоподъемности, тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех четырех колесах. Показания работы топливной системы автомобиля выводятся на мультимедийный экран, размещенный на приборной панели. Стоит отметить, что представленный водорубус «Газ» создан на базе выпускаемого микроавтобуса «Газель Сити». Основное преимущество водородного автобуса по сравнению с электротранспортом без топливных элементов – увеличенный запас хода. На одной заправке водорубусы могут проехать 350 км, что достаточно даже для самых длинных городских маршрутов. Автобусы оборудованы водородными топливными элементами, системой питания водородом и его хранения, тяговыми батареями и электродвигателем. Автобусы заправляются водородом, который далее поступает в топливный элемент, где в ходе его взаимодействия с кислородом происходит выработка электроэнергии. Электрические батареи выполняют функции бортового источника электроэнергии, потребность которой зависит от условий движения транспортного средства. Водородная энергетическая установка может одновременно обеспечивать питание электропривода колес и зарядку тяговой батареи. Преимуществом водорубусов, разработанных группой ГАЗ, является возможность дополнительной зарядки от электрической сети для проезда на части маршрута, где отсутствует водородная заправка. В водорубусах ГАЗ, представленных на выставке, применены конструктивные решения с различными типами размещения баллонов. На модели большого класса баллоны установлены на крыше, на модели малого класса – за задними колесами, в специальных нишах и в багажном отделении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова